Здравствуйте! Сегодня вы узнаете про свойства нашего зрения и сделаете туомотроп. Глаз – орган зрения человека. Свет входит в глаз через роговицу, проходит сквозь крусталик, пройдя сквозь всю толщу сетчатки, попадает на отростки светочувствительных клеток, палочек и колбочек. В них протекают фотохимические процессы, обеспечивающие цветное зрение. Чувствительные палочки отвечают за сумеречное зрение, а менее чувствительные колбочки – за развлечение RGB цветов. Таким образом, наше зрение трехцветное. Проделаем такой опыт. Сделаем отверстие в листе бумаги размером с копеечную монету. Держа лист на вытянутых руках перед собой, посмотрим через это отверстие на какой-нибудь предмет, находящийся от нас на расстоянии пару метров. Потом, не смещая головы и руку, поочередно будем закрывать то один, то другой глаз. Каким глазом вы увидите через это отверстие предмет, тот глаз у вас ведущий. Таким образом, наше зрение стереоскопическое. Угол зрения – это угол между проведенными от краев предмета в оптический центр глаза лучами. Если угол зрения больше 57 градусов, то мы не сможем одновременно видеть вверх и низ предмета. Чтобы увидеть его целиком, нам надо будет отодвинуться от него. Большие предметы мы разглядываем постепенно, переводя взгляд с одной части предмета на другую. Удобный угол зрения – 35 градусов. Если экран находится на расстоянии 40 сантиметров от глаз, то оптимальный размер изображения на экране 18 сантиметров по высоте и 14 сантиметров по ширине. Так что, говорят, наше зрение ограниченное. Если угол зрения становится меньше одной угловой минуты, то есть одной шестидесятой доли градуса, то лучи, идущие от краев предмета, попадают на один и тот же светочувствительный элемент нашей сетчатки, и детали предмета становятся неразличимыми. Например, если в круг диаметром 1 сантиметр вписать цифру 5, то с расстояния 35 метров ни один человек даже с очень острым зрением не сможет прочитать, что написано внутри круга. Говорят, что наше зрение обладает конечной разрешающей способностью. Поэтому детали даже очень больших предметов на большом расстоянии перестают быть различимыми. Например, Юпитер, самая большая планета нашей Солнечной системы, при наблюдении Земли невооруженным глазом выглядит как точка, светящаяся звезда. Для получения и обработки светового сигнала мозгу требуется некоторое время. Зрительное впечатление сохраняется в памяти человека 100 миллисекунд. При демонстрации 24 картинок в секунду мозг воспринимает их смену как непрерывный ряд событий. Это происходит потому, что одна картинка демонстрируется в течение промежутка времени меньшего зрительного впечатления. Ведь 1000 миллисекунд разделить на 25 получится 40 миллисекунд, что меньше 100 миллисекунд. Таким образом, наше зрение дискретное. Убедимся в этом, проведя эксперимент. Вырежем два одинаковых круга. Внутри первого нарисуем рыбку, внутри второго банку с водой. Склеим их так, чтобы рыбка и банка располагались валетом. Прикрепим банковские резинки, нацепим петли резинки на пальцы рук и закрутим их, а потом отпустим резинки. Круг закрутится, а рыбка окажется в банке с водой. Такая игрушка была очень популярна в Англии в конце 19 века. Ее изобретателем считается физико-астроном Джон Гершель. Еще в 1824 году он поспорил со своим другом, что сможет показать ему обе стороны золотой гинеи одновременно. Он вращал монету на ребре, а своего друга попросил поместить глаза на ее уровне. Обе стороны монеты слились воедино. Этот опыт был превращен в детскую игрушку, получившая название туаматроп, а древнегреческого слова туама – чудо и тропа с вращения. Орликин появлялся около коломбины, всадник появлялся на лошади, а две половинки слова или письма соединялись вместе. Через глаза человеку поступает около 90% всей информации окружающего мира. Строение принцип действия глаза вы подробно изучите в курсе биологии. Так что глаза и зрение надо беречь, а свойства зрения надо учитывать.